О слове его трансформации в мире цифровых технологий, о методиках преподавания шел разговор в рамках Международной научно-практической конференции «Искусство слова в диалоге культур. Проблемы компаративистики». Об этом и многом другом здесь говорили ученые, чьи имена известны далеко за пределами СНГ. Русское и белорусское слово для них не просто структурный элемент филологии. Это то, что определяет эпоху ее развития и тенденции. Эта конференция проводится уже не первый раз. Она собирает ученых из разных стран и в этом году и в очном, и в заочном диалоге примут участие представители Армении, Польши, России, Украины, Белоруссии, естественно, из всех вузов нашей страны и других государств. Понятно, что этот диалог будет взаимополезным, потому что он будет не только касаться проблем культуры в широком смысле этого слова. Это будут еще и проблемы и культурологии, и философии, и истории. То есть все то, чем живет современная наука и у нас, и в других государствах. Конференция не просто для того, чтобы мы доложили о своих новых открытиях, а еще и для того, чтобы мы могли вместе делать науку. Чтобы этому учились молодые ребята, и магистранты, и студенты, которые здесь тоже присутствуют. Я думаю, что это очень хороший опыт, который всем надо перенимать. И я с удовольствием всегда еду, везу с собой в прошлый раз студентов в этом году, магистрантов, потому что для них это тоже классный опыт выступления на таком международном форуме. Обсудить будущее лингвистики в Брест приехали и белорусские филологи и журналисты. Сегодня именно представители этих двух направлений следят за изменениями, которые происходят в языке. Обсудить ключевые позиции, сформировать методику преподавания дисциплин, значит заложить новую школу слова и его изучение. Речь сегодня ведется о диалоге культур, о диалоге, который разворачивается в разных плоскостях, в интернет-пространстве, в оффлайновом пространстве. И вот надеюсь, что сегодня удастся обсудить самые разные вопросы, касающиеся настоящего и будущего диалога. По итогам конференции будет издан сборник, так что с самыми важными и интересными наработками можно будет ознакомиться уже совсем скоро.